У меня теперь ни снохи нет, никого нет. Ждали маленького, все подготовили. Мне это как обухом по голове. Надежда Смирнова никак не может отойти от произошедшего. Две недели назад она лишилась и снохи, и внучки. 21-летняя Анна Смирнова умерла при родах. Родственники винят в трагедии врачей. Молодую девчонку загубили. И сыну что делать жизнь. Они начали строить всю свою жизнь. Жили с нами в той комнате. Роман работал, Аня училась. Молодая семья с нетерпением ждала первенца. По словам близких, на здоровье погибшая никогда не жаловалась. Это подтверждают и доктора Даниловской ЦРБ. Именно поэтому они приняли решение о родах в поселковом роддоме, а не в областном перинатальном центре. Все анализы у нас. Три УЗИ, кровь, моча. Все, 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 все. Уже в больнице Пречистого врач-акушер поняла, что-то пошло не так. Хирурга на месте не оказалась, помощь пришлось ждать из Ярославля. Областные специалисты приехали, но было уже поздно. Девушка потеряла слишком много крови. Теперь по данному факту проверку проводит Департамент здравоохранения. Есть ровно один месяц для того, чтобы провести расследование по поводу материнской смерти. Данная процедура была запущена две недели назад. Она в ходу. И через две недели будут даны официальные разъяснения по этому поводу. Свою проверку по факту смерти матери и ребенка проводит и Следственный комитет. Здесь уже возбуждено уголовное дело. К следователю с заявлением обратился муж погибшей. В рамках данного уголовного дела будет назначена и проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая позволит в дальнейшем дать оценку действиям медицинских работников. Будут или не будут установлены виновные лица – этот вопрос для семьи Смирновых пока второстепенный. Слишком тяжела боль утраты. Через день они бывают на кладбище, где на деревянном кресте выбиты годы жизни девушки. Два дня Аня не дожила до своего 22-летия. Маленькая дочка, которой она еще при жизни успела придумать имя, Ксюша, навсегда осталась вместе с ней. Марина Борбат, Михаил Рождественский. День в событиях. Данилов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова